МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Он ехал по среднему ряду и в последний момент решил направо вернуться. И мнение о подростках на пикбайках. Как будто у них есть запасные дети. Автоледи пострадала по вине одного иностранного водителя на улице Борисковская. Я челюстью обруль ударилась, не головой, а головой. Никто не пострадал? Нет. Автомобили пострадали. И помощь медиков потребовалась пассажиру Тойоты на улице Горького. Из-за поворота налево, из правого ряда другого мигранта. Ну а что мне с ним делать? Все согласен законодательству. Такие у нас варианты. Все это прямо сейчас. Четыре человека погибли минувшим вечером на дорогах Татарстана. В Менделинском районе на трассе М7 37-летний водитель Лады сбил женщину-пешехода. От полученных травм она скончалась на месте. По предварительным данным, в темное время суток она шла по проезжей части. При этом на ее одежде не было обязательных световозвращающих элементов. А на Чистопольской объездной дороге в страшной аварии погибли три человека. По предварительной версии, 23-летний водитель Жигулей 7-й модели без цели обгона выехал на встречную полосу, где лоб в лоб столкнулся с грузовиком Scania. После чего больший груз врезался в БМВ, который двигался за Жигулями. В результате водитель отечественного автомобиля, 24-летний водитель иномарки и его 22-летняя пассажирка от полученных травм скончались на месте. Водитель Scania в ДТП не пострадал. Сейчас следователи выясняют, по какой причине предполагаемый виновник аварии выехал на встречную полосу. Водитель мотоцикла Сузуки завершил сезон на несколько часов раньше намеченного времени и в незапланированном месте. Байкер двигался по Оренбургскому тракту, в правом ряду, не торопясь. На таких мотоциклах обычно не гоняют, они для спокойной езды. В тот момент, когда мотоциклист поравнялся со съездом на улицу Парина, в левую ногу мужчины врезался Ford Focus. Автомобилист в последний момент решил свернуть и попытался сделать это из среднего ряда. Неприятно больше всего, когда в воду машина уезжает. Он хотел насладиться теплым вечером, доехать до дома и завершить мотоцикл сезон. Но завершил его чуть раньше, на перекрестке Оренбургского тракта и улицы Парина. Не по своей воле помог водитель Ford Focus. Он вот ехал по среднему ряду и в последний момент решил направо вернуться. И прямо в меня въехал. Я его прям видел. Я даже еще, наверное, чуть-чуть ушел. Еще плюс, благо, кофры спасли. Потому что он сначала в кофр въехал, потом мне в ногу, а потом колесом уже подножку оторвал. И подножку, а ладно. Мужчина рассказывает, ему сильно повезло, что он удержался в седле и 400-килограммовый байк не упал на него. После осмотра врачами скорой помощи он отказался от госпитализации. У меня как бы ссадины, ушибы. Ну, не знаю, как ошибки. Лавка, понятно, что я смогу. Статистика ДТП с мотоциклами, как признают сами мотоциклисты, в этом году и так печальная. Такого числа ДТП не помнят даже байкеры с большим стажем. Водитель мотоцикла рассказывает, кроме этого мотоцикла у него есть и другой, спортивный. И ездит на нем по лесам. И не понимает тех, кто покупает такую технику своим детям. Очень много детей разбилось на смерть. Очень много байкеров так сложилось. Во-первых, кто покупает эти байки и для чего покупают. У меня как бы и эндуро тоже есть, но я в нем, в лесу езжу, а не по дорогам общего пользования. Как будто у них есть запасные дети. Водитель Форда вину в этом происшествии признал. Говорит, слишком поздно увидел поворот. Ну, вовремя перестроился. Виновным происшествии, вероятно, будет признан автомобилист. Ущерб байкеру возместит его страховая компания. Благо, повреждения дорогого мотоцикла не очень значительные. Да, а что там, одну лапку что-то? Сирина Васильева, Анвар Шрифулин, Высо 112. 41-летняя женщина-водитель Лады пострадала в результате столкновения с Киорио на улице Борисковская. Она совсем немного не доехала до дома, когда дорогу ей перегородила иномарка. Движение тут одностороннее. Автоледи ехала по левой полосе. 25-летний водитель иномарки стал поворачивать налево, к воротам дома и с правого ряда. Маневр он совершил настолько резко, что даже не успел включить поворотник. Никто не пострадал? Нет. Автомобили пострадали. Водитель Киа и его товарищ уверяли, пострадавших в аварии нет, ущерб только материальный. Но женщина-водитель Лады с ними была не согласна. Я челюстью об руль ударилась, не головой, а головой. Медиков на место вызвали сразу. Но ехать в больницу на карете скорой помощи она отказалась. Решила сначала оформить все необходимые документы. Скорая приезжала, смотрела, я отказалась. Но сейчас поеду. Сейчас вот это все решено. Через болит она. Рассказывает, скорость у нее была небольшой. После поворота не успела разогнаться. А маневр 25-летнего водителя иномарки, гражданина Туркменистана, был настолько внезапным, что она едва успела нажать на педаль тормоза, как врезалась в левую переднюю дверь Киа. Он без поворотника, без ничего начал поворачивать сразу. По правой полосе получается ехать. Я по левой, он по правой и вот так поворачивает себя. Ну, как-то прям резко что-то начало удараться. Я даже не поняла, как по тормозам и все, и сразу ехала. Удар был довольно сильный. Но если иномарка после аварии могла передвигаться своим ходом, то отечественный автомобиль был уже не на ходу. Я коробку зажала. Что, не поедет она сейчас? Троссом только. Вину в аварии водитель иномарки признал. Ущерб владелец Лады будет возмещать его страховая компания, но штраф выписали и автоледи. У нее не оказалось полица ОСАГО. Алена Струминская, Анвар Шерифулин. Вызов 112. Точно по такой же схеме на перекрестке улиц Горького и Гоголя столкнулись арендованный фолькс-военпола и Тойота Камри. Но ущерб в этой аварии куда значительнее, чем в предыдущей. После удара Тойота вылетела с дороги на тротуар. При этом сбив несколько секций металлического ограждения и влетела в угол здания. Водитель купил машину меньше полугода назад. Осмотрев повреждения иномарки, он пришел к выводу, что восстанавливать ее, вероятно, смысла уже нет. В шоке он. Что он может сказать? Водитель арендованного фольксвагена не горел с желанием общаться с владельцем Тойоты, если что-то и говорил, в основном на своем родном языке. Сам что говорит? Сам что говорит? Да. По понятию не имеет. Это нет, как записано. И фольксваген, и Тойота двигались по улице Горького, но в разных рядах. На перекрестке с Гоголя водитель арендованной машины начал резко поворачивать налево, не посмотрев, что там движется автомобиль. Товарищ, в направлении правой полосы, хотел повернуть налево на перекрестку, не убедившись в безопасном движении, так сказать. Удар пришелся в левую сторону фольксвагена, после чего Тойоту выбросила с дороги на тротуар. Легковушка снесла несколько секций металлического ограждения и врезалась в угол здания. Водители в аварии не пострадали. Врачи осмотрели пассажиры Тойоты и после оказания помощи отпустили. Госпитализации не потребовалось. Людей спасли подушки безопасности. Один, два, три, четыре, пять, шесть, подушек сработал. Новый автомобиль, пять месяцев. Владелец Тойоты сомневается, есть ли смысл восстанавливать автомобиль. Если да, то ремонт будет стоить куда дороже, чем лимит выплат по ОСАГО. Полной страховки на Тойоту нет. Ну а что мне с ним делать? Все согласно законодательству. Какие у нас варианты? Алсох Медян, Ванвар Шерифулин, Вызов 112. Полицейские Казани установили личности подростков, забравшихся внутрь буквы М в центре моста Миллениум. Своё опасное путешествие они снимали на мобильные телефоны. Видео затем выложили в социальных сетях. Там его увидели и полицейские, и представители городской администрации. И у тех, и у других возникло к задержанным немало вопросов. В настоящее время установлено, что двое несовершеннолетних 2010 года рождения забрались на мост с целью посмотреть на виды города Казани с высоты. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Мэрия намерена взыскать с родителей подростков материальный ущерб, причиненный их детьми. Чтобы забраться внутрь буквы М, они выломали часть конструкции, то есть повредили сам мост. Все сломанные элементы уже заварены, и доступ в технические помещения закрыт. Сейчас специалисты подсчитывают сумму ущерба. И это все, о чем мы успели вам рассказать. Обо всех происшествиях вы можете сообщать нам по телефону 570-50-50 или на мобильный 898-69-112-112. Также мы доступны и в социальных сетях. Присылайте видео, снятое вами. В студии был Рамиль Галиулин. До встречи. И не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет. Редактор субтитров А.Семкин